Всем привет! Смотрите, как создать надежную резервную копию данных QNAP NAS и копию конфигурации системы QTS. NAS упрощает совместное использование и защиту данных, предоставляя удаленный доступ и резервное копирование важных данных. QNAP – один из самых известных поставщиков NAS, и компании часто используют его устройство NAS для хранения конфиденциальных данных. Существует множество причин, по которым вам следует создать резервную копию общего ресурса и конфигурацию системы QNAP NAS. Прежде всего, это вопрос безопасности данных. Возможны различные непредвиденные ситуации, такие как сбой оборудования, вирусные атаки или случайное удаление файлов. В любом из этих случаев без резервной копии вы рискуете потерять важные документы, фотографии или другие ценные файлы. Даже самое надежное оборудование подается износу со временем. Создание резервной копии помогает предотвратить потерю данных в случае отказа жесткого диска или других аппаратных сбоев. Это подстраховка, которая обеспечивает непрерывность вашей работы и предотвращает долгие периоды восстановления. Для бизнеса непрерывность работы и сохранность данных – это жизненно важный аспект. Резервные копии помогают обеспечить непрерывность работы, обеспечивая доступ к критически важным данным даже в случае средизвычайных ситуаций. Для начала давайте рассмотрим, как создать резервную копию конфигурации системы QNAP QTS. QNAP предоставляет встроенное приложение для резервного копирования настроек системы. Чтобы найти его, откройте админ панель вашего хранилища. Затем перейдите в главное меню – панель управления. Здесь в разделе «Система» откройте резервное копирование восстановления. И для того, чтобы создать копию конфигурации системы, просто кликните по кнопке «Сохранить». Данный бэкап создаст копию всех настроек NAS, включая учетные записи пользователей, конфигурацию сети, настройки приложений и такое прочее. Файл резервной копии конфигурации будет загружен на компьютер. Найти его можно в папке «Загрузок». А чтобы восстановить конфигурацию сетевого хранилища с резервной копии, ниже нажмите «Обзор», затем укажите путь к файлу резервной копии «Открыть». И после нажмите «Восстановить», «Продолжить», «Да». В результате начнется процесс восстановления. По завершении будут загружены все настройки операционной системы QTS. Таким образом вы сможете восстановить работоспособность системы или восстановить настройки уже на новом хранилище после поломки, а также вернуть старую конфигурацию системы после неудачного изменения параметров NAS устройства. Чтобы изменения вступили в силу, систему нужно перезагрузить. В появившемся окне нажмите «Да» для перезагрузки. Также для обеспечения защиты данных очень важно выполнять их резервное копирование. QNAP предлагает различные решения для резервного копирования, чтобы гарантировать доступность ваших данных. Вы можете начать резервное копирование файлов с помощью инструментов, представленных в центре приложений. Для хранения резервной копии могут использоваться как облачные сервисы, так и локальные хранилища. Зачастую для создания резервной копии на устройствах QNAP с операционной системой QTS используют приложение Hybrid Backup Sync. Откройте центр приложений, найдите Hybrid Backup и установите приложение. Hybrid Backup Sync – это универсальное решение для резервного копирования данных и их аварийного восстановления. Вы можете создать несколько типов заданий резервного копирования и синхронизации между локальным устройством NAS и несколькими целевыми хранилищами, включая удаленное устройство NAS, внешнее устройство и службы облачных хранилищ. Приложение Hybrid Backup Sync повышает эффективность дедупликации и шифрования данных резервного копирования. Этот полезный инструмент также предоставляет различные функции, облегчая настройку заданий и управление ими. Запустите программу. В открывшемся к ней утилиты перейдите в раздел «Резервное копирование и восстановление». Здесь кликните по кнопке «Сохранить резервные копии сейчас», а затем «Новое задание резервного копирования». После выберите папку «Источник», резервную копию которой нужно создать. Далее. И затем нужно выбрать «Целевое хранилище». Это может быть NAS-устройство или облачный сервис. Локальный NAS. В этом случае резервная копия будет загружена в другой каталог этого же хранилища. Это может быть другой диск или просто другая папка. Выберите место, куда хотите сохранить резервную копию и нажмите «Ок», а затем «Далее». После будет предложено настроить расписание заданий резервного копирования. Здесь все просто. Нужно выбрать время, указать периодичность и так далее. Для единичной копии установите отметку «Без расписания» и сохраните резервные копии сейчас. Далее. Также вы сможете настроить дополнительные фильтры, политики и параметры. Здесь рекомендуется установить отметку «Проверки содержимого файлов», чтобы быть уверенным в их целостности. Далее. И для начала процесса нажмите «Создать». После начнется процесс создания резервной копии в указанном каталоге. Удаленный NAS. Если в вашей сети есть еще одно NAS-хранилище, вы сможете сохранить копию на него. Укажите IP-адрес устройства, порт и учетные данные пользователя с правами администратора. Далее идут те же настройки «Расписание», «Фильтры», «Политика» и так далее. В результате резервная копия данных будет загружена на другой NAS. Следующий тип хранилища – «Облачный». Здесь мы видим обширный список доступных сервисов. Если вы пользуетесь одним из данных сервисов, загрузить резервную копию можно в облако. Это значительно повышает безопасность хранения важных данных. Я покажу, как загрузить копию данных на примере Dropbox. Отмечаем подходящий сервис. Далее нужно предоставить доступ к файлам и папкам на облачном хранилище. И после нажать кнопку «Создать». Далее выбор. Указать папку на сервисе. ОК. И далее. Затем, так же как и в случае с локальным хранилищем, можно отстроить расписание и другие дополнительные параметры. Для начала копирования нажмите «Создать». Настройка резервного копирования на другие сервисы мало чем отличается. Единственный момент, у вас должна быть создана учетная запись на этом облачном сервисе и доступное пространство для хранения копий. Для восстановления данных с резервной копией в меню программы кликните по кнопке «Восстановить сейчас». Далее выберите дисковое пространство в хранилище источники, место назначения. А затем укажите, где хранится ваша резервная копия. Далее. После настройки дополнительных параметров нажмите «Восстановить». После данные будут восстановлены с резервной копией. Здесь вы сможете контролировать процесс восстановления. Восстановление выполнено успешно. Помимо резервного копирования, вы можете настроить синхронизацию ваших данных. В таком случае все изменения в конкретно указанной папке автоматически будут записаны в целевом каталоге. Для настройки синхронизации нажмите здесь «Синхронизировать сейчас» и выберите одно из трех заданий. Двустороннюю, однустороннюю или активную синхронизацию. Далее выберите дисковое пространство в целевом хранилище. Это может быть локальный, удаленный NAS, удаленный сервер или облачный сервер. Добавьте папки для синхронизации данных. Далее также можно настроить расписание и другие параметры. В результате мы настроили синхронизацию двух папок. Из новинок компания QNAP вступила в партнерскую программу Google Photo и предоставила инновационное решение для резервного копирования фотографий и видео. Multi Application Recovery Service Это приложение, которое осуществляет копирование файлов с Google Photo на сетевые устройства QNAP, что в свою очередь позволяет экономить место в облачном сервисе и на связанных устройствах. При этом не требуется абонентская плата. Открыв программу мы видим, что здесь на данный момент доступны два приложения. Это WordPress и Google Photo. Для работы приложения потребуется только ввести данные учетной записи Google. Жмем здесь добавить службу, даем ей имя и жмем подключиться к Google Photo. Выбираем аккаунт и даем разрешение, а затем жмем Apply. Итак, мы подключили Google Photo к нашему хранилищу QNAP. После создания первой резервной копии из Google Photo на нас хранилища можно настроить автоматическое резервное копирование по расписанию. Это может быть выполнено ежедневно, еженедельно или же ежемесячно. Такая регулярная настройка позволяет систематически освобождать ограниченное пространство для хранения файлов Google Photo. Особенно учитывая, что многие из них загружаются с мобильных устройств, обладающих ограниченным объемом памяти. Создайте новое задание резервного копирования. Выберите сервис. Задайте имя. Укажите источник и место назначения. Здесь также можно выбрать конкретные файлы и настроить расписание. После настройки параметров нажмите Backup Now. По завершении в указанной папке появится резервная копия ваших фото и видео с Google Photo. Также с этой резервной копией вы сможете восстановить эти файлы обратно на облачный сервис. Настрой новое задание восстановления. Что касается службы WordPress. Чтобы создать резервную копию вашей базы данных, потребуется установить плагин QNAP NAS Backup WordPress и получить ключ доступа. После этого вы сможете создать задачу восстановления WordPress. В том случае, если у вас возникли проблемы с восстановлением с резервной копией, резервная копия порождена или отсутствует, восстановить случайно удаленные данные с RAID массива QNAP вам поможет программа для восстановления данных Hetman Raid Recovery. Hetman Raid Recovery поможет восстановить данные с разрушенного RAID массива при случайном удалении или форматировании дисков. В автоматическом режиме соберет массивист дисков и отобразит его содержимое. Для восстановления запустите анализ и дождитесь окончания процесса. Затем перейдите в папку, где лежали утерянные файлы и восстановите их. Детальнее восстановление с QNAP QTS смотрите в других наших видео. Ссылку я оставлю в описании. Итак, мы разобрали, как создать резервную копию системы, копию данных и как восстановить файлы из резервной копии. Регулярная проверка резервных копий гарантирует, что ваши данные под надежной защитой и в случае необходимости восстановление не составит труда. Помните, что резервное копирование – это ключевой элемент обеспечения безопасности ваших данных и приложение предоставляет эффективный и удобный способ управления этим процессом. А на этом все. Надеюсь, данное видео было полезно для вас. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok